В эфире новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Надо чтить подвиги наших предков. Герои Отечества. В Анапе состоялась патриотическая акция, посвященная памяти погибших воинов. Мы восхищаемся судьбами анапчан, которые находят в себе силы не только бороться с болезнью, но и вести полноценную, активную, посвященную событиями жизнь. До сердца твоего коснуться сердцем. В Анапе прошел праздничный концерт, посвященный всероссийской декаде людей с ограниченными возможностями здоровья. Для каждого из преподавателей и для каждого гимназиста школа – это второй дом. Только в начале пути. Гимназия Еврика отметила 25-летний юбилей. И начнем с главного. Подготовка города к Новому году. Завершение работ по благоустройству и ремонту дорог, а также строительству социальных объектов. Об этом они только говорили сегодня на планерном совещании, которое провел глава Анапы. Подробности в нашем сюжете. Виновные наказаны. На Анапском шоссе наведен порядок. Поручение, которое дал Юрий Поляков, выполнено. На прошлом совещании глава города обратил внимание на грязь, которую вывозит строительная техника на одной из главных магистралей курорта. Сегодня ответственные службы отчитались о решении этой проблемы. Сотрудниками ГИБДД составлено два протокола по 12.33 за повреждение дороги. Из них один в отношении должностного лица. В результате организации обустроен подъезд к месту проведения работ путем его заливки бетоном. Установлено оборудование для мойки колес. Активная работа идет в сельских округах. Закончено строительство газопровода в хуторах Малый и Большой Разнокол. Выполняется поручение Юрия Полякова по обеспечению инженерной инфраструктурой, земельных участков для многодетных семей в поселке Пятихатке и селе Джигинка. До конца года должны быть сданы и социальные объекты. Амбулатория в селе Чехон, спорткомплекс в 21-й школе, детский сад Лазурный в Алексеевке и завершены основные работы в детсаду Орленок. Отдельным вопросом новогоднее оформление курорта. По мнению главы Анапы, работу здесь необходимо усилить. Понимаю, что для каждого предпринимателя это определенные затраты, которые они тратят. Для нас это общий вид города, который мы делаем праздником. Я объезжал и вчера, и позавчера слабо. Конечно, хочется обратиться и к жителям, и ко всем предпринимателям, чтобы все было украшено. Помимо этого, Юрий Поляков дал поручение доработать праздничное оформление главной елки на театральной площади. Здесь пройдут основные новогодние мероприятия. Изменится и внешний вид остановок общественного транспорта. Сегодня были представлены эскизы новых павильонов. А на Пионерском проспекте будут благоустроены и проезды к морю в местах, где установлены арки. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. И к другим темам. Анапская молодежь приняла участие во всероссийской акции, приуроченной к Дню Героев Отечества. Официальный праздник был учрежден 11 лет назад, однако берет он свое начало еще с 18 века. На митинг у стелы воинской славы пришли десятки школьников и студентов. Во времена правления Екатерины II унтер-офицеру Кавалергардского полка был вручен 1-й Георгиевский крест. Это знак отличия военного ордена, присуждаемый за службу и храбрость. Официально 9 декабря стал Днем Героев Отечества в 2007 году. На митинг, посвященный памяти погибших воинов и чествованию Героев России, были приглашены представители администрации, сотрудники Технополиса Эра, молодежь Анапы, а также ветеранские организации. Надо чтить подвиги наших предков. Я хочу сказать, мы росли на подвиг Александра Невского. И в годы Великой Отечественной войны был учрежден орден Александра Невского. С помощью цветных шаров школьники и студенты составили символ Георгиевской ленты. Традиционный митинг совершился возложением цветов и минутой молчания. Сейчас молодежный военно-патриотический центр «Ратмир» готовит ряд мероприятий, посвященных памяти погибших во время проведения антитеррористической операции в Чеченской республике. Различные круглые столы, мероприятия, где будет ребятам объяснена война в Чечне. Это война не с другим государством, это в принципе война в нашем государстве, внутренний, локальный конфликт, что за ситуация. Завтра в сквере у Вечного огня состоится общегородской митинг. В анапских школах будут организованы классные часы. Мероприятия также пройдут на бульваре Евскино, а для молодежи в патриотических центрах будут работать круглые столы. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион. Завтра в 11 часов в сквере боевой славы Анапы состоится мероприятие, посвященное Дню памяти погибших в вооруженном конфликте в Чеченской республике. Традиционно оно объединяет ветеранов боевых действий, представителей молодежи, общественности, всех неравнодушных людей. Принять участие в памятном мероприятии приглашаются все желающие анапчане и гости к городу-курорту. Молодежное утро. Новый проект городского управления по молодежной политике при поддержке молодых депутатов муниципального совета стартовал в эту субботу. Что из этого получилось в нашем материале. Никита Журавель занимается кикбоксингом. Нагрузки для него дело обычное. На предложение принять участие в забеге согласился сразу. Мне больше нравится заниматься спортом. Вести здоровый образ жизни. Прихожу по утрам бегать часто. Идея родилась в городском управлении по делам молодежи. Назвали новый проект «Спортивный марафон. Молодежное утро». Мысль в голове создать вот такой интересный какой-то новый молодежный проект. Именно выходного дня, куда бы рабочая молодежь, студенты, школьники могли свободно прийти и позаниматься спортом. Интересно, весело провести время с утра, с пользой для себя. Поэтому родилась вот такая идея «Молодежное утро». Обратились за поддержкой к депутатам муниципального совета. Те не только помогли, но и сами приняли участие. Мы с удовольствием поддержали данную акцию. Цель и задача – это максимальное вовлечение молодежи в правильное воспитание, в правильное спортивное воспитание. В это утро на театральной площади собралось больше ста человек. В проекте приняли участие студенты сельхозтехникума, воспитанники спортивных школ, общественные организации, Федерация бокса и Центр славянской культуры. Мы всегда в этом городе за молодежь, за здоровый образ жизни, чтобы всегда наши детки было чем заниматься, мы их ставим на правильный путь. Участникам забега предстояло преодолеть расстояние от театральной площади до санатория «Русь». С задачей справились все. Хорошее настроение – это позитив, когда собираются люди всегда, атмосфера сама, которая здесь существует, она дает человеку заряд энергии, это самое главное для человека, потому что уже все идет остальное. От заряда энергии зависит его и будущее. На финише участников ждали подарки от спонсоров и, конечно, хорошее настроение и заряд бодрости на всю неделю. «Молодежное утро» теперь будет проходить каждую субботу в 9 утра. Старт от театральной площади. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, «Анапа-регион». «До сердца твоего коснуться сердцем». По таким названиям в Анапе прошел праздничный концерт, посвященный всероссийской декаде инвалидов. Творческие объединения показали зрителям свои лучшие концертные номера. Вокальные коллективы, музыкальные ансамбли и даже танцевальные группы анапчане в очередной раз доказали – творчество не имеет преград. И планета, как жизнь нам отнадана, среди тысяч миров и чужих земель. Анапское творческое объединение «Дорога добра» уже 10 лет занимается детской реабилитацией. Эти уникальные сувениры сделаны руками юных членов клуба. Каждый в меру своих возможностей придумывал идеи для поделок. В объединении дети с ограниченными возможностями здоровья занимаются музыкой, танцами, вокалом и прикладным искусством. По словам родителей, успехи благодаря этим занятиям фантастические. Те, кто с трудом запоминал тексты, научились свободно читать стихи и даже сочиняют свои рассказы. Помогают тем, кто хочет, я вам так скажу. Если человек сидит дома и никуда не хочет выходить, то и как ему помочь? Это только насильно, так скажем. А если есть желание у ребенка и у родителя, есть возможности, там, передвижение, например, то помощь однозначно поступает и с разных организаций, с местных организаций, там, городских организаций. Пример мужества и жизнелюбия – специальный гость из Краснодара. Мария Киреева стала мастером спорта по прыжкам на батуте. Из-за врачебной ошибки ее жизнь оказалась под угрозой. Симптомы опухоли медик спутал с обычной гематомой. Через год МРТ выявила рак. Несмотря на диагноз, Мария была уверена, она сможет вернуться к полноценной жизни. После операции для нее сделали протез. С ним Мария продолжает заниматься спортом. Мы восхищаемся судьбами анапчан, которые находят в себе силы не только бороться с болезнью, но и вести полноценную, активную, посвященную событиями жизнь. Таких у нас очень много. Как отметил заместитель главы, создание комфортной среды и развитие эффективных систем поддержки – одна из важнейших задач городских предприятий. Сейчас в Анапе действует сразу несколько организаций для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это Анапское общество инвалидов, творческие объединения «Открытые сердца и дорога добра», «Дайвин-клуб Акваглобус» и другие. Все они в этот день получили благодарности от администрации города-курорта. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Одна из лучших гимназий страны отметила свой 25-летний юбилей. Четверть века назад на площадке седьмой школы были открыты первые классы, обучающиеся по новым стандартам. Тогда двери распахнулись перед 120 гимназистами. Теперь в Эврике тянутся к знаниям почти 800 детей. Со сцены педагогов поздравили представители администрации, школьники и бывшие выпускники. Как вспоминает основательница Эврики Галина Филипова, создать гимназию с нуля было непросто. Своего помещения не было, приходилось делить кабинеты с общеобразовательной школой. Да и родители не сразу поверили в успех проекта. Гимназическая система обучения была для Анапы новой. Однако идею поддержали активные и творческие педагоги. Наша гимназия – уникальное учебное заведение. Мы и ассоциированная школа ЮНЕСКО, и дважды победитель приоритетного национального проекта образования и многое другое. И живем мы по соседству с другой школой. Но несмотря на все сложности совместного жития, растем и развиваемся. Новые эффективные методики обучения были отмечены не только на уровне Кубани, но и в масштабах страны. В этом году гимназия Эврика стала победителем всероссийского конкурса и заняла почетное место в списке 100 лучших школ. За годы работы сложился дружный коллектив учителей. Их поблагодарили за вклад, который они внесли в развитие гимназии. Разрешите мне зачитать приветственный адрес главы муниципального образования в городе Курорт Анапа Юрия Петровича Полякова. Уважаемые педагоги, литераты педагогического труда, учащиеся родители, примитесь отличное поздравление с юбилеем гимназии. Создавая 25 лет назад учреждение нового типа, коллектив добился высоких результатов, которыми гордится не только город Курорт Анапа, но и Кубань, и Россия. Сегодня для каждого из преподавателей и для каждого гимназиста школа – это второй дом. И, конечно, все зависит от того, какая сегодня погода в этом доме. И все зависит от всех, которые присутствуют сегодня в этом зале. Я хотел бы пожелать всем здоровья, чтобы вы не останавливались на тех свертах и не останавливались на этом достигнем. Этот год стал для гимназии рекордным по количеству учеников. Двери школы распахнулись почти что для 800 человек. Буквально месяц назад гимназия закончила обустройство двух новых классов. В перспективе у нас не только облагораживание нашей гимназии, но также и достижение. Наша гимназия еще является краевой инновационной площадкой. И мы предлагаем свой опыт, его распространяем пока в крае, но и в России в целом по духовно-нравственному воспитанию личности. Праздничную программу полностью приготовили учителя и гимназисты. Юные артисты кружились на сцене в вальсе, а педагоги поздравили коллег музыкальными номерами. Как говорят учителя, 25 лет – это только начало долгого и успешного пути. Ирина Меркуриева, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальные солярии и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий – всего полторы тысячи рублей. «Витязь», «Анапа», «Самбурово», «254». Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Проявляйте особую осторожность в местах, прилегающих к детским и образовательным учреждениям. Не подвергайте опасности самое дорогое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова